МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лукашенко выдвигает войска на границу. Израиль построит стену в Газе, а в Украине запрещает русскую церковь. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире НЕХТА самые важные и интересные новости. Пять направлений, откуда на Курск готовится наступление. И данный сценарий просчитывался генеральным штабом вооруженности в Украине. Германия перебрасывает на границу с Белоруссией специальный отряд быстрого реагирования с техникой. Цель учений – отработка оперативной переброски немецких подразделений в Литву для защиты восточного фланга НАТО. Байден произносит свою прощальную речь перед партией. Нам нужно, чтобы вы сохранили Сенат. Нам нужно, чтобы вы отвоевали палату представителей. И самое главное, нам нужно, чтобы вы победили Дональда Трампа. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Украинская армия наступает в Курской области в пяти направлениях, пишет РБК «Украина». Первое направление – вдоль дороги Суджа-Курск. Там ВСУ взяли под контроль непосредственно Суджу. Второе – юго-восточнее Суджи в направлении населенных пунктов Плехово и Борг. Там украинская армия продвигалась в сторону села Гирьи. Но нет информации о взятии под контроль его. Третье направление – вдоль дороги Суджа-Льгов. Там последняя информация о занятии позиций рядом с Малой Локней. Четвертое направление – вдоль дороги Суджа-Коренево-Рыльск. Там информация о боях в населенном пункте Коренево была последней из опубликованного. Пятое направление – на запад от Коренева и охватывает оно часть Глушковского района. Здесь ВСУ удалось повредить все три моста через реку Сейм. Сейчас более трех тысяч российских солдат могут фактически оказаться в котле. Об этом пишет немецкий Бильд. Под контроль силы обороны Украины к Русской области, возможно, перейдет порядка 700 квадратных километров территории. То есть силы обороны Украины будут иметь природный рубеж, а именно речку Сейм в качестве линии обороны. И, соответственно, вопрос инженерно-фортификационных сооружений снимается как таковой. Мы обеспечиваем свои фланги от российского удара. Несмотря на все попытки оккупантов наладить логистическое сообщение с подразделениями вооруженности в Российской Федерации, которые оказались фактически в оперативном окружении, на данный момент максимально, что могут задействовать, это одну пантомную переправу и, соответственно, это осуществление ротации подвоз БК с использованием подручных сплав средств. А с учетом интенсивности характера боевых действий, соответственно, можем говорить, что количество БК весьма ограничено. Причем речь идет о том, что главное преимущество российских оккупантов, а именно задействование бронетехники тяжелых видов вооружений, в результате уничтожения трехмостовой одной пантомной переправы фактически парализовано. Россия пытается организовать воздушный мост и пантомные переправы, которые быстро уничтожаются украинской артиллерией. Госграница между РФ и Украиной на юге и западе котла подготовлена к обороне. Но россиянам будет трудно обороняться, если ВСО будут наступать с востока. Кроме того, на западе украинцы уже перешли границу и взяли под контроль небольшой участок территории РФ в 15 квадратных километров до реки Сейм. Беларусь перебрасывает войска к границе с Украиной. Снова. Об этом пишет Associated Press. Издание отмечает, что увеличилось как количество личного состава, так и количество ПВО и самолетов. Практически треть всех своих солдат Лукашенко отправляет на границу с Украиной. Говорит, все это в ответ на развертывание дополнительных подразделений на белорусской границе со стороны Украины, что опровергали в Киеве официально уже несколько раз. Лукашенко призывает к переговорам между Украиной и Россией, но, говорит, операция в Курской области мешает их проведению. К тому же Беларусь готовит совместное учение с Ираном, пишет в Твиттере, то есть в сети X, помощник лукашенковского министра обороны. После вторжения сил обороны Украины в Курскую область в адрес Лукашенко со стороны и российских пабликов и соответственно официальных лиц посыпались обвинения в якобы предательстве Российской Федерации в моменте отвода подразделений вооруженных сил Республики Беларусь. После проведения совместного китайско-белорусских учений возможность непосредственного вторжения с территории Республики Беларусь была снята с повестки дня. Сооруженные силы Беларусь это порядка 50-55 тысяч личного состава. То есть треть, несложная арифметика, дает понять, что не более 20 тысяч передислоцировано к Украино-белорусской границе. Причем следует отметить, что в составе белорусской армии есть три наиболее боеспособные бригады. Кроме того, основной момент, у белорусской армии нет практического боевого опыта, в отличие от украинской армии. Поэтому это красивые заголовки западных СМИ, но реальная картина свидетельствует о том, что Лукашенко прекрасно понимает возможные дальнейшие сценарии, если, не дай бог, Россия надавит на него в моменте непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в сражении на территории Украины. В то же время Германия перебрасывает в Литву по суше и по морю бригаду повышенной бдительности. Более 650 единиц военной техники примут участие в учениях Grand Eagle 2-24. Цель учений – отработка оперативной переброски немецких подразделений в Литву для защиты восточного фланга НАТО. В ходе учений проверяется скорость и эффективность передислокации германской армии и ее взаимодействия с ВС Литвы, что критически важно для обеспечения территориальной целостности страны и поддержания высокой боеготовности войск. Украина запретила РПЦ. Верховная Рада Украины проголосовала за запрет Русской Православной Церкви и аффилированных с ней организаций. Статья 5 закона о свободе совести и религиозных организаций дополняется уточнением о том, что деятельность религиозных организаций, которые аффилированы с центрами влияния, которые находятся в Российской Федерации, не допускается. Теперь представители так называемой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать отношения с Русской Православной Церковью. Одно дело принять закон, но совсем другое то, как его будут имплементировать. И здесь существуют угрозы того, что процесс будут затягивать. Закон еще должен подписать президент, и потом, только после его публикации, он вступает в силу. Израиль планирует построить стену на границе Египта с Газой, пишет The Wall Street Journal. Израильские власти хотят присутствовать на границе, на филадельфийском коридоре, а также получить доступ к видеонаблюдению там, что, по их мнению, должно улучшить ситуацию с безопасностью. Но в Египте на эту идею смотрят скептически. Тут следует напомнить, что заявление прозвучало во время визита госсекретаря США в Израиль. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. США прошел слет демократической партии. Президент Соединенных Штатов Джо Байден занял там центральное место на открытии, по крайней мере, демократического национального съезда. Он произнес прощальную речь перед партией, которой он служил практически полвека. Хоть ему и осталось еще пять месяцев до окончания срока полномочий. Для меня было честью всей моей жизни служить в качестве вашего президента. Я люблю эту работу, но свою страну я люблю больше. Я люблю свою страну больше. И все эти разговоры о том, что я злюсь на всех тех людей, которые говорили, что я должен уйти в отставку, это неправда. Я люблю свою страну еще больше. И нам нужно сохранить нашу демократию. В 2024 году нам нужно, чтобы вы проголосовали. Нам нужно, чтобы вы сохранили Сенат. Нам нужно, чтобы вы отвоевали палату представителей. И самое главное, нам нужно, чтобы вы победили Дональда Трампа. Илон Маск не против служить американскому народу. Так в своем твите он написал в ответ на размышления Трампа о предоставлении главе Теслы места в правительстве или позицию советника президента. Он очень умен. На днях я отлично поговорил с ним. И, как вы знаете, эта беседа продолжалась почти два с половиной часа. И, возможно, вы слушали, он очень умный парень. Если он согласится на это, я, конечно, сделаю предложение. Он блестящий парень. Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп ранее заявлял, что если он будет избран, то пригласит Илона Маска в кабинет министров или на должность советника, если тот согласится. Илона Маска в кабинет министров Не остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, спонсорства, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Суперспасибо» помогает нам создавать новое видео. И мы призываем вас не останавливаться на этом, продолжать поддерживать нас. Это помогает нашему и вашему развитию в том числе. Конечно, это подразумевает некоторые сложности и даже опасности, если вы находитесь на территории России. Но для этого есть VPN, инструкцию, к которому мы прилагаем в первом комментарии к этому видео. Ну, а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.